Итак, здорово! Короче, бесполезное, по сути, такое видео, но после роликов последних у Anamasa ну, не самых последних, конечно, про извинения а по Call of Duty, где она у него там тормозила сильно по большей части именно фризы были проблемой вот, решил сам проверить, что ж за хуйня такая потому что, ну, реально, другой такой игры, наверное с таким потреблением оперативной памяти не было тем более, опять же, учитывая графику как бы, ёшни, это вообще бред какой-то и я больше склонялся к тому, что, скорее всего у него какие-то проблемы там, может винда засрана, что-то потребляет память, но не игра как бы решил сам проверить ну, заранее скажу, что к моему удивлению оказалось, что, да, действительно, эта игра по сути жрет до хера памяти оперативной что, мягко говоря, меня немножко заставило охуеть но давайте, собственно, посмотрим есть ли там что-то оправдывающее такое потребление оперативной памяти ну, сразу так бегло покажу то, что у меня уж точно системой все абсолютно в порядке ну, для начала покажу, собственно с отключенным файлом подкачки потому что для всех остальных игр он не нужен все остальные, все Unity с огромным открытым миром с тоже приличной графикой гораздо лучше, чем в этой Cloud Duty файл подкачки, он абсолютно не нужен игры и так идут Ведьмак, все идет нигде он был не нужен я давным-давно его отключил потому что даже если тебе хватает оперативной памяти он все равно, то есть файл подкачки он все равно грузится то есть туда грузится информация нужная для работы различных приложений а поскольку файл подкачки он гораздо более медленный чем оперативка из-за этого приложения начинают подтормаживать ну, то есть если бы он работал нормально как бы если тебе хватает оперативки он не загружается если не хватает, то загружается Тогда ладно, можно было бы включить и не париться Но, собственно, из-за его Дурацкого алгоритма работы Я его выключил И, собственно, как я уже сказал, нигде мне не был нужен Вот, собственно, файл подкачки у меня отключен Дальше Вот тоже важно, диспетчер устройств Тут, как видите, нигде Абсолютно нет никаких проблем с драйверами С работой компонентов Потому что если есть где-то проблема, то напротив Оборудование, как известно Отклицательный знак Здесь же у меня все абсолютно нормально работает Ну и, собственно Ситуация с загрузкой компонентов То есть, вот процессор При том, что сейчас у него снижена частота Загрузка всего лишь 2% Это вот сейчас у меня работает Shadowplay, то есть я пишу сейчас Shadowplay То есть это к вопросу того, насколько будет Shadowplay грузить компьютер Вернее, на записи всего этого видео То есть он, по сути, вообще не грузит То есть сейчас компьютер после перезагрузки Очистки, дефрагментации и так далее То есть он абсолютно чистый Как видите Потребление оперативной памяти 1.2 гигабайта И вот все процессы, которые сейчас работают То есть ничего, опять же, аномального здесь нет Никаких майнеров, ничего такого То есть бездействие он 99-98 Вот это вот процессы MSI Afterburner Антивирус я отключил То есть процессов у него сейчас минимум И они, по сути, вообще никак не активны То есть он у меня в данный момент отключен Только вот Afterburner и Riva Tuner То есть мониторинг статистики Вот, ну и, собственно, давайте запустим Call of Duty Пока что на максимальных настройках Чтобы посмотреть, как он будет сейчас идти С 8 гигабайтами оперативной памяти И при этом отключенным файлом подкачки Так, ну вот, собственно, началась загрузка игры Вообще, меня, наверное, слышно не будет Теперь звук сбавлю, потом буду что-то говорить С 8 гигабайтами оперативной памяти Да, собственно, вот такой пиздец Даже, по сути, дойти до меню не получилось То есть вы видели там сразу больше 8 гигов памяти Загруженное в меню Прикиньте, какой-то пиздец полный Блядь, я просто в охуе Ну это просто смешно Ни одна игра, не тот же Assassin Где в меню так же уже небольшая локация Как бы сценка там И ни одна Unity Ни одна, блин, Синдикат не жрет столько памяти Ни Ведьмак Хотя выглядят они ничуть не хуже в меню А еще и лучше Вот, тут же сразу в меню тебе на 8 гигов Хотя это ничем нельзя оправдать Это просто вот Игра реально специально просто так сделана Ну и, собственно, теперь включим файл подкачки Минимально необходимый размер файла подкачки Для нормальной игры Ну, то есть, как нормальной Она нормальной как раз не будет Но, чтобы хоть как-то играть вообще Чтобы она не вылетала во время игры На максималках Нужен размер 6 гигов, короче Вот, ставить нужно на раздел Где не установлена операционная система Вот, собственно, теперь То есть, 8 оперативки плюс 6 файла подкачки Посмотрим, как будет теперь идти Так, ну и вот, собственно, видим в меню уже То есть, всего в динамической памяти Сейчас используется 8,5 гига То есть, вот эта вот оперативка А это вместе с файлом подкачки О, настройки, собственно Максимально возможные для меня То есть, вот, мое разрешение И здесь все Все на оптерах, короче Вот, и при этом Что такого в этой графике, да? Дым сделан здесь Текстурки, сразу скажу Моделька персонажа вот этого Ну да, она детализированная, конечно Хотя, опять же Не могу сказать, что я впечатлен Абсолютно, бля Ничем не лучше того же Крайзиса Абсолютно Вот, и, собственно Здесь он под 80 фпс То есть, это говорит о том Что сцена абсолютно, она простецкая То есть И при этом нельзя говорить того Что игра сейчас, допустим Загружает в оперативку То, что, как бы То, что я сейчас буду играть Да, она не знает, что я сейчас буду играть Она не знает Возможно, я буду начинать игру сначала Возможно, я буду начинать там Онлайн игру Или паркур Или что Она не может этого знать Что я сейчас запущу А, то есть, грузить сразу По чуть-чуть оттуда, отсюда Это, ну, глупо Для этого Экраны загрузки существуют То есть, ты Конкретно нажимаешь Что Ты будешь играть, как бы Какую локацию И она ее потом уже загружает Поэтому сейчас 8 гигов Что может занимать Вот эта вот Гребаная, блядь, локация Ну, это просто смешно Как бы Это Абсолютный бред, блядь Ну, собственно Давайте начнем Игру, блядь Ну, опять же Здесь уже по 9 гигов Уже больше 9 гигов То есть, пиздец Вот эта вот локация Вы посмотрите на этот дымок Ну, пиздец, блин, а Это просто текстурка Гребаная, блядь Пререндерный ролик То есть, это То есть, видите Она уже лагает Это Тяжелое время Соответственно Почему она лагает? Потому что Потому что Часть игры Загружена В медленную В медленную Виртуальную память То есть Виртуальная память Это То есть Видите Хоть пиздец Дело не В процессоре То есть Видите Видеокарта Там вообще Простает Пиздец Процессор Тоже 79 80 90 Ну Фигня Это Короче То есть Видите Соответственно Все 8 гигов Оперативки Заняты Плюс Еще 3 гигабайта Виртуальной Памяти То есть 3 гига Игры Находится На Грузиться В динамическую Память Находящуюся На самом Жестком Диске И поэтому Вот эти Рывки Задержки При этом Картинка Абсолютно Не впечатляет Ну то есть Пиздец Сообщи Что это Нахуй То есть Видите Когда Пролагивание Проходит Все Можно сказать Даже сейчас Лет Неплохо То есть 26 20 Фпс Это Максималки На таком Шелезе При этом Текстуры Просто Говно То есть Что Это Даже Текстурой Сложно Назвать Это Просто Какая-то Мазня Дым Дым Ну сразу Видно Что это Опять же Текстурка Текстурка Три кадра Анимации Затенение Ну оно где-то есть Где-то нету Что говорит Что говорит о том Что это Не Global Illumination Это Статическое Освещение Просто Древнейшее То есть Видите Здесь даже В настройках По пунктам Настроек Можно понять Что Глобального Освещения Здесь нету Видите Затенение Также Самое Обычное Отражение Здесь Фейковые При том Что в гребаном God of War 2006 года На PS2 Отражение Уже были Реальными То есть Видите Да Затенение Кое-где Не есть Они в принципе Конечно Приятные То есть Видите Под телами Есть Затенение Под оружием Даже есть Но Они есть Только там Где их Заранее При разработке Игры Сделали То есть Вот эти Вот все HBO SAO Сейчас VX SAO Какое-то Новое Появилось Это все Решимитация То есть Это не в реальном Времени Просчитывается Посмотрите На эту текстуру Это просто Пиздец Я за тобой Ну вот здесь Вот полный Пиздец Начинается Посмотрите На вот эту Анимацию Дыма Вот Вот это Текстурка Дыма Даже Стремная Это Бля А текстурка Пола Бля Текстуры На максимум Но вы посмотрите На них Это просто Это вообще Это просто Смешно То есть Так Вопрос О том Куда Уходят 11 гигов Динамической Памяти В данный Момент Куда Вот это Что такое Блядь Я реально Говорю В фаталфрейме Первом Текстуры На PS2 Они гораздо Лучше Это Это просто Блядь Это просто Фейспаум О Сейчас Смотрите Типа Глобальное Освещение Тень От этого Ёбка Она только что Погрузилась Под этим Нет затенения Я же говорю Это Херня Под этим Нет Под колесами Должно быть Затенение То есть Оно где-то Есть Где-то Нет Потому что Это Не глобальное Отстенение Это Статическая Хуйня Короче Вот здесь же Под травой Трава Не отбрасывает Своих теней Видите Свет Когда идет А Хотя Нет Смотрите Не Смотрите Реально От травы Все-таки Есть Тень Но Она Очень Низкого Разрешения То есть Видите Это Какие-то Просто Пиксели Ну И сама Трава Классический Крест-накрест Короче Сам Этот Дым Это Я еще В будущем Покажу Отчетливо Видно Каким образом Сделан Дым Вот Здесь Смотрите Нет Опять же Затенения Под этим Ёбком Вот Он лежит И Как будто Его здесь Нету Потому что Тени Нету Так Ну Вот 7.4 Гига Динамическая Память А Файла Подкачки Нету Соответственно Это Уже Близко К Максимуму Тому Что У меня Есть Так Ну Собственно Настройки Да Тут Все Так Ж Как Я И Выставил То По сути Снизил Всего Три Пункта Текстуры На Один Пункт Рассеянное Затенение И Качество Карт Линей О Да Мне уже Пишут Что Памяти Не хватает Пиздец То есть Такими Настройками Все Таки Без Файла Подкачки С 8 Гигами Играть Не Получится Так Что Даже Я И Пытаться Не Буду Так Ну Поскольку Я Включил Файл Подкачки Пусть Немного Решил Поэтому Вернуть Настройки На Просто Высокая То есть Только Два Пункта Понижены На Один Пункт Ну Видите Никаких Фризов Практически Хотя Теоретически Они Все Будут Потому Что Файл Подкачки Включен А Это Уже Даже Если Хотя Какая Часть Информации Будет Туда Загружена То Все Это По-любому Будет Приводить К Рывкам Вот Что Еще Хотел Показать Уебищные Эффекты То Вот Это Типа Пыль Смотрите Как Уебищно Сделан То Это Просто Текстурка Самая Анимация Которая Просто Движется Параллельно Как бы Мне Ну Я Уже Ведьмаке Это Показывал В Ведьмаке Хотя Бо Открытый Мир Здесь Это Ебаная Пещера То То Есть Опять Таки Сваливать Такое Огромное Потребление Оперативки На Эффекты Ну Это Смешно Размазанное И не думайте Что Вот Эта Хуёвость Эффектов Это Из-за того Что Настройки Я Чуть Снизил Это Абсолютно Точно Так же И На Максимально Будет Они Просто Вот Такие Уебищные И Ты Это Никак Не Исправишь Потому Что Игра Хуенят Древняя Даже Кризис Третий 2013 Года Он Гораздо Более Технологичен Да Он Гораздо Более Требователен Конечно К Процессору И К Видеокарте Но Там Собственно Эти Требования Обоснованы Гораздо Более Крутой Графикой А Требования К 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 Я Не Помню Сколько Там Гигабайта 2 Наверное Оператив К К К Ну Не 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 2 А 4 По А Вот Уже Подлагивает Потому Что Оператив Уже 9 4 Оператив Подлагивает Как 9 6 То Это Все Это Уже Слишком Много Информации Хранится Виртуальной Памяти Поэтому Она Уже Начинает Олагать Поверь Откажемся И нам Крышка На Пиздец Как Елай Твои Воображаемые Часы Спешат Рад Тебя Видеть Джек И я Тебя Джон Смотрю Ты Изменился Ты Еще С Рейчел Пиздец Посмотрите Какую Ебщину Выглядит Жалко Бля Вот это Пиздец 10 Гигов И вот Такая Хуйня Ёб Твою Мать Где Здесь Этот Низкодетализированный Чел Ну Все Значит Суриц Пиздец Как Полагает Так Ладно Короче Я Все Таки Решил Отключить Файл Подкачки И Снизить Настройки Полностью До Минимума В Настройки Не Нихуя Бля Ток Посмотрите Эта Игра Просто Охуевшая Минимальные Настройки Вы Только Посмотрите На Это Мыло И Уже 7 Гигов Просто Пиздец Бля Все На Минимум Все Отключил 7 Гигабайт Уже Занято Ну Бля Тут Просто Даже Комментировать Ничего Не Нужно Ладно Пробую Все Таки Запустить Хотя Я Думаю Она Вылетит Так Уже 7 С Половиной Все Охуеть Бля Пиздец Нахуй У меня Нет Слов Я Просто Я Просто Охуевая Пошла Она В пизду Короче Уже Изначально Было Все Понятно Но Бля Еще Что-то Тут Выяснять Просто Не Вижу Смысл Ну Короче Бля Че тут Можно Сказать Это Просто Пиздец Наебалово То есть С Минимальной Графикой Когда Игра Уже Выглядит Чуть Ленее Да Не Чуть Ленее А Хуже Первой Modern Warfare 2008 Года Ну Это Пиздец Просто И Потребляет Больше Восьми Гигов Я не знаю Просто Просто Без комментариев Если кто-то На данный момент Еще Останется Кто будет Говорить Что Бля Там Что-то Какая-то Скрытая Технология Ты вот Не видишь А Там Какая-то Скрытая Супер Технология Там Я не знаю Чего Хотя Видно Что Там Ничего Нет И вот Поэтому Она Типа Потребляет Восьми Гигов Ну Это Просто Смешно Deadspace Недавно Устанавливал Первую часть Она Так вот Наебалово Очередной От этих Уебков Ну В принципе Чего Ожидать Если В позапрошлогодний Love Duty Ghost Которая Также Требовала На компьютерах Где было Меньше 6 Гигов Апертифки Она Вообще Не запускалась И В итоге Выяснилось Что Это Тупое Ограничение То есть Игра Реально Даже Не использовала Больше Одного Гигабайта Но Просто Не запускалась То есть Там Была Абсолютно Наглая Как бы Наебалова Но В итоге Они Как бы Исправились И сделали Так Что Игранит То есть Она Не просто Требует Какого-то Определенного Количества Оперативной Памяти А она Реально Их Использует Но Не потому Что Они Нужны Ну Как-то Они Так Сделали Что Она Потребляет Лишнюю Оперативку Хотя Реально Как бы Учитывая Уровень Миграфона Он Ей Абсолютно Не нужен Объем Оперативной Памяти Вот В общем Такой Пиздец В принципе Он Неудивителен Учитывая Все они Продажные Как шлюхи Видимо У них Контракты С Какими-то Производителями Оперативной Памяти Прикольно Было бы Если бы Как сейчас Эти Скандалы Офшорные Расследования У кого-то Из Политиков Офшоры На Панамах Где-то Еще Прикольно Если бы Расследовали Кто Из Разработчиков Игр У кого Там Какие Контракты С Производителями Железа Чтоб Стало Понятно Кто Там Из Кому Обошляет Деньги За Продвижение Видеокарт Процессоров Оперативной Памяти И так Далее Это Было бы Круто Конечно Хотя В принципе Исходя Из Таких Тестов Исходя Из Таких Неадекватных Требований Это И так Уже Понятно То В принципе Туда Средование Особо И В общем Так Вот Вот